Для меня буква такая лютая. Произвольно. С детства я ее как-то херово произношу. Там паровозик, дыр, дыр, дыр. Автомобиль, сколько там, 13 дыр. Всем привет. С вами снова Саня Доцент. Ну и опять наша рубрика Реда Автомобилиста. И сегодня мы приготовим вкусное мясо по-быстрому. Погнали. Ну что ж, сегодня будем готовить мясо. Вот у нас есть здесь чуть больше полукило свинятины, свинячий окорок. Что нам нужно делать? Мы его будем готовить по-быстрому. Первое, нам надо его разрезать на дольки. Дальше мы будем его разрезать на жульен, если можно так сказать. Ну это жульен, конечно, весьма условно. Ну, тем не менее. Вот на какие-то такие вот произвольные дольки. Разрезаем. Ну и сегодня я вам расскажу очередную интересные вещи, которые творятся у нас на опен-эре. На встрече нашего клуба, любителей BMW E34.su. Ну что ж, вот мы как-то весьма произвольничь. Пр-пр-пр-произвольно. Пр-пр. Для меня какая-то буква, да, такая лютая. Произвольно. С детства вот на ее как-то вот херово произношен. Там паровозик, дыр, 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 да, автомобиль. Как там, тринадцать дыр. Ну так вот. Кстати, ставьте лайк, кто в детстве вот так делал. Берем наше мясо и тоже там прям как-то вот произвольно засовываем в пакет. Бояться нам особо нечего, потому что мы чуть-чуть его отобьем. Так кусочек у нас, в принципе, так маленький. А почему в пакет? Просто, чтобы брызгов не летело. Да, ну и маленький лайфхак. Мясом надо всегда работать, чтобы она у вас постояла, условно говоря, на столе, ну хотя бы часик, чтобы она, скажем так, остыла, пришла, ну или нагрелась, наоборот, пришло. Остыла или нагрелась, вот в чем вопрос. Пришло к комнатной температуре. Итак, берем и начинаем обрабатывать. Все, вот она у нас тут изо всех щелей вылезла. Ну и ладно, нам только этого и надо. Куда-то сюда положим. Буду пока, скажем так, жульенировать. Все это, конечно, очень условно. Просто вот так вот мелко-мелко такими вот дольками режем наше мясо. Примерно одинаковыми. Ну так вот. Что у нас когда это? ОПНР лет, наверное, не 10, лет 7-6, может. Ну 7-8, ну никак не 10. Минут 10-15, минут 5-10-5, 4-5-10-5 утра. Семь лет назад ОПНР. К нам, ну естественно, мальчишки, девчонки, всегда там компании. Ну и с одной компанией приезжала, скажем так, одна девица. Ну она любила, чтобы ее побеждали, скажем так. Ну и она часто приезжала к нам на ОПНР. То ее там один победит, то, скажем так, еще кто-то ее победит из нашего клуба. То куда-то стоять, в лес уедет, там ему в плен сдастся. Ну тоже ее там победят, побеждут, победят. Ну, в общем, молодость какая-то, молодость. Веселились. Ну и в один из ОПНР вот этих вот, как я говорил, там приехал наш друг. Ну и он тоже, он решил ее тоже победить. Приобрети новейшую лазерную отвертку и получи скидку в 50% на шагахо-то IT-IT прошлогоднего модельного ряда. Ну и условно говоря, за ней там всячески какие-то знаки внимания. там все бухают. Ну, кто что делает, веселятся. Кто-то там в картошку играет. Ну, знаете, с мячиком. Там кидаешь что-то, потом гасишь. Ну, в общем, не важно. Играют в картошку. Ну, кто что, кто чем занимается. Кто радио слушает, да, там на жезлонге качается. Каждый находит свое занятие. Ну, и он решил, сейчас мы миску сюда вот так переложим, решил тоже за ней, в общем, приударить, ну, и чтобы вечером ее победить. Ну, и приходит в вечер, ну, естественно, палаточный лагерь там, ну, есть люди, которые в машине спят, но в основном все спят в палатках. Вот, палаточный лагерь расставлен. У него такая здоровенная палатка. Он один. Как бы, ну, ну, ты его приглашает к себе в палатку. Вот, сейчас одну секундочку, дальше приглашает себя в палатку. Что нам теперь нужно сделать с этим мясом? Нам его надо как-то заременовать, буквально, на чуть-чуть. Нам понадобится луковица. Режем ее пополам и режем такими четверть кольцами. Режем еще вот такими колечками. Желательно даже вот чуть-чуть вот так вот поднажать, чтобы пошел сок. выделился. Сок. Луковый сок. Видите, жвачка луковая. С соком. Так, это я уже гоню, конечно. Сейчас мы помоем чуть-чуть руки. так, что ж, лук мы положили, теперь присолим, ну, солим по вкусу. Сразу много солить не надо. Объясню, почему. Чуть-чуть перца. Ну, я вот беру мельничку, тут у меня смесь 5 перцев. вот так как-то накручиваем. Дальше берем горчицу. Опять же, кто какую любит, ну, я люблю дижонскую. Кладем ложку, смело, ложку горчицы, не, даже, наверное, чуть больше, полторы, ложки горчицы. Ну, и теперь, чтобы не портить продукт, берем еще одну ложку и кладем ложку сметаны, такую, с горкой, добрую. Ну, теперь, чтобы не попачкаться, хотя, это же руками надо делать, ну, чтобы 500 раз не мыть, вот так вот мы наше мясо перемешиваем в сметане и горчицы. И, пока буду рассказывать дальше, что у нас было. Дальше, мясо наше чуть-чуть замаринуется и мы начнем его жарить. Оно будет обжариваться буквально 5 минут, так как кусочки наши маленькие. Ну, вот, скажем, вот так. пускай маринуется. И настал вечер, ну, все разошлись уже спать, там уже, ну, когда уже не вечер, ночь была, ночь, это, август, что ли, было уже, там, часов в час, наверное, ночи, может, два, ну, не суть. Ну, что, ну, мы с женой полезли к себе в палатку, все разошлись по палатке, а их палатка стояла рядом. Проходит пять минут, ну, что-то они там пошебуршили и потом такой, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, ну, можешь пососать, ну, пожалуйста, ну, мы, что-то такое, что-нибудь там делают, чупа-чупс предлагали, мы уже старые люди, там молодежь, что делают, непонятно, что это, как это, вам молодежь, там лишь бы дурь, это, как ее, махуан. Ну, и такие, пожалуйста, ну, пожалуйста, и вот это вот десять минут, Я уже через палатку начал ругаться, говорю, так, хватит там заниматься, давайте спать. Ну, не знаю, на утро, вроде он его все-таки победил, потому что они как-то успокоились. Он успокоился. Вот такой вот рассказик принял у нас с победами. Вот такая была девчонка, в общем, девчонка и сейчас есть. Ну, сейчас, не знаю, давно просто уже мы не собирались, но тем не менее. Вот такие вот были победы. Любила девчонка, чтобы ее побеждали. Ну что, ставим огонь. Вот сковородочка. Чуть-чуть прям, я не знаю, 10 капель масла, пускай сковородочка чуть-чуть разогреется. Вот, что мы дальше делаем. Дальше мы потом пока подготовим чесночок. Ну что, чесночок берем, как стандартным, проверенным способом. Дальше мы добавляем его под конец, чтобы он просто не подгорел, не сгорел. Шинканули. Ну что, можно выкладывать наше мясо. Выкладываем на сковороду. Ну и ждем. Когда зашипит, заскворчит, пару раз перевернем. Ну и будет готово. Ну, я не знаю, 5-7 минут максимум. Это готовится. Ну, естественно, как переворачивать, вы уж там сами поймете. Ну, включимся, условно говоря, через 7 минут. Господа автомобилисты, ну вот, практически все зашкворчало. И теперь мы возьмем и всыпаем сюда наш чесночок. И все перемешаем. Скажем так, чтобы чесночок открылся и дал нам свой аромат. Тарелочка. Ну и что мы делаем? Этой шумовкой будет плохо. Берем шумовку, выключаем наше мясо. И смотрите как. И выкладываем вот такую вот добрую порцию мяса. Ну, здесь у нас, как мы видим, две порции. На двоих, так сказать, такую настоящую, мужскую. Порцию мяса. Вот так. Ну что ж. Сделали мы мясо по-быстрому. 10 минут. И какая мораль этой вещи, которую я вам сегодня рассказал. Этой, ну, пожалуйста, пожалуйста, на весь лагерь. Хочешь победить девушку, сядь в машину, уедь в лес. И побеждай там. А не на весь раз, на весь лагерь упрашивай. Ну что, с вами был Саша Доцент. Ставьте лайки. Кому что-то не нравится, ставьте смело дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, чтобы быть в курсе моих видео. Всем счастливо, пока и удачи на дорогах. Ну и в кулинарии. Продолжение следует... Продолжение следует...